Здравствуйте! Сегодня 14 июля и вы смотрите ежедневный обзор рынка от банкир.ру Утренние торги в Азии начались вчера падением евро. Причиной падения стало понижение рейтинга португальских государственных ценных бумаг агентством Moody's до уровня A1. Это вновь вызвало беспокойность инвесторов в отношении финансового благополучия европейского региона. Сразу после этого сообщения евро упал к минимальному уровню дня 1.25.23. В начале европейской сессии стало известно об успешном аукционе по греческим гособлигациям, которые впервые с начала кризиса разошлись по ставке доходности ниже 5% норматива, установленного ЕС для пакета антикризисной помощи. В общей сложности 26-недельные казначейские обязательства были проданы на сумму 1.6 млрд евро, причем спрос на них превысил предложение в 3.6 раза. Итоги аукциона по греческим гособлигациям были весьма позитивно восприняты участниками рынка. Курс пары резко развернулся и взлетел к уровню 1.27.38. Сейчас пара торгуется в узком диапазоне вблизи этого уровня. Техническая картина предполагает здесь зону разворота. Сегодня ожидаем начало разворота пары и снижение ее к целевым уровням 1.26.38, 1.25.82, 1.25.34 и 1.24.80. На вчерашних торгах фунт активно рос на фоне поддержки, оказываемой ему со стороны экономической статистики. Сначала блок экономических новостей продемонстрировал увеличение объемов розничных продаж, а затем динамика потребительских розничных цен показала рост инфляции, превысивший ожидания экономистов. Это усилило спекуляции на тему возможного повышения процентных ставок Банка Англии и удорожания британской валюты. Кроме того, данные по ценам на жилье показали, что даже жесткая бюджетная экономия не удержала цены от стремительного роста на много опередившего прогнозы. Все это вызвало активный спрос на британский фунт, курс которого поднялся от азиатского минимума 1.49.64 к максимальной отметке дня 1.52.42. Сегодня ожидаем разворот пары на снижение в коррекции к вчерашнему подъему. Целевые уровни снижения 1.5176, 1.5135, 1.5102, 1.5070 и, возможно, 1.5028. В экономическом календаре среды Великобритания публикует данные по изменению количества безработных, прогнозируется снижение, уровню безработицы, предыдущее значение 7,9% и изменению уровня среднего заработка. В еврозоне будут опубликованы индексы потребительских цен, а также показатели объема промышленного производства. Ожидается его рост. В США выйдут данные по розничным продажам, аналитики предполагают снижение показателя по динамике импортных цен, изменению объема товарных запасов на складах. Кроме этого, будет опубликован протокол последнего заседания Комитета по открытому рынку. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.